Гости званые со всех властей, нас за границей, это на перчесной. Колбасы вареные и копченые, молоко, сыр, хлеб и овощи. Гости молодежного сельхозфорума шли на запах. Продукция научного центра по переработке сои, впрочем, будила не только аппетит, но и фантазию. На прилавке больше десятка сортов бобовых и разработки из растения. Затяжное печенье, овсяное с соевой мукой и ноу-хау, белково-витаминные концентраты и белково-углеводные грануляты. Это концентрированный соевый белок с разными вкусами и различной цветовой гамме. Для того, чтобы получить, мы используем разные виды растительного сырья. Это морковь, это тыква, это перец сладкий, это грибы, это папоротник. Его очень просто приготовить, он в высушенном виде, он набухает. Как говорится, просто добавь воды. Впрочем, это только разработки научного центра. Производственных мощностей у него нет, а потому и продукцию нигде не купишь. Но с производителями идеями готовы поделиться. Ведь если концентрат или гранулянт добавить в продукцию из рыбы или мяса, она обогатится полезным белком. Между тем, организаторы выставки форума привлекали не только действующих производителей, но и потенциальных – молодых. Сегодня молодежь может не только в офисах и в кабинетах в центре города зарабатывать. И причем там больше антуража, чем заработка, понимаете. А реально работать на крупных и средних агропомышленных предприятиях и зарабатывать не меньшие деньги. И причем это очень интересная творческая работа, которая приносит пользу всем. Без продовольствия ведь никуда. Тем более кадров в сельском хозяйстве, инженеров, механиков, агрономов, ветеринаров, зоотехников сегодня катастрофически не хватает. Преимущественно в селах. А там для молодых кадров создают все необходимые условия. Целый ряд хозяйств, которые нуждаются сегодня в специалистах, ищут их. И готовы предоставлять и жилье, и дополнительные бонусы выплачивают. И даже начиная, когда студенты более ранних курсов берут к себе, они заключают договора заранее и доплачивают различные доплаты к стипендии. Я думаю, как раз вот такой форум, он и призван создать те площадки, где можно обмениваться информацией. Анжелика Павлова, Андрей Белый. Программа «Город». Программа «Город».